Сейчас в моем тонике есть вот такие звуки. Первая линия это бочки. Вторая это снейры и перкуссия какая-то. Третья хай-хеды. Четвертые эффекты и басы. В тонике есть один минус, о котором я узнал только когда купил конечно же. Это то, что на одной линии не могут играть одновременно два звука. То есть бывают такие патчи, что у тебя здесь кик, здесь снейр, здесь хай-хед. И одновременно сыграть кик со снейром или хай-хед не получится из-за того, что они будут забивать друг друга. Поэтому с помощью микротоника можно разложить каждый инструмент на отдельной дорожке, когда все партии, драм-партии будут звучать как надо. Тут, собственно, что я и сделал. Да-да-да, еще была проблема, по-моему, в стандартном патче бочка на одной линии с басом. И чтобы сыграть... Чтобы сыграть одновременно бочку и бас, было невозможно. Сейчас с помощью микротоника я поправлю кое-какие звуки, которые мне здесь не нравятся, и выгружу этот патч себе на патреон. Все очень легко. Ну что, погнали? Так, с чего начнем? Первое, меня не устраивает вот этот звук. В микротонике вы можете настроить два звука на одной кнопке. То есть у вас будет морф между двумя настройками. Вот видите, я двигаю, и ползунки меняются. То есть в этом положении у вас будет один звук. Когда вы на тонике будете крутить нобы, у вас будет вот переход от одного звука к другому. Первый звук. В этом положении у нас будет такой звук. А в этом вот такой пожирнее с дисторшном. Во-го-го. Во, давайте такой... Ой, хорош. Да, это мощно. Вот так, думаю, оставим. Сейчас покрутим. Нет, давайте такую волну. Аж больно. Первый кик настроен. Сейчас мы его перенесем в наш тоник. Заодно покажу как. Подключаем джек на левый вход. Здесь в плагине есть такая кнопка. В микротонике есть два способа экспорта звуков. То есть вы можете экспортировать на каждую отдельную кнопку звук. Вот как мы сейчас настроили один звук. Сейчас экспортнём. И также вы можете экспортировать сразу по 8 звуков. То есть первый по 8, и с 9 по 16. Мы заменяем 13-ю кнопку. Нажимаем на тонике AC плюс саунд. Пошёл поисковой звук. И нажимаем 13. Всё, готово. Это тональность? Сейчас морф проверим. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Не, ну это можно прямо долбить. Да, думаю, так и оставлю. То есть будет в первой линии такой. Обычный. Хлюпенький. Морф между таким. Вторая линия тоже такая пробивная. Третий такой более мягкий, с басом. Но его можно отключать. И четвёртая. Следующие звуки. Рабочего. Вот этот мне нравится. То есть закрытый и открытый такой снаер. Вот этот, думаю, тоже оставлю, потому что интересно. У тебя с одной стороны снаер, а с другой какой-то перкуссию можно добавлять. Между снаером. К примеру, у вас снаер рабочий вот этот. А вот этот между снаером там ходит. На этот звук я сейчас попробую сделать хлопки. Не, не похоже на хлопки. Так, ладно. В этой позиции, допустим, настроили вот такой звук. Ого. Ну как у стоматолога, ну нафиг. Может такой? Типа сайдчейна будет. Попробуем загрузить его на десятую кнопку. Переходим в это меню. Жмем еще раз AC саунд. Пошел сигнал. Готово. Так, хай-хет готов. Загружаем его на седьмую кнопку. Громко. Делаем уровень тише. Типа сайдчейна. Фу. Думаю, на это можно остановиться. И вот такой мега патч у нас сегодня с вами получился. Если вы хотите его к себе в тоник, то заходите на мой патреон, оформляйте вот эту вот нужную подписку и я скину вам ссылку. Спасибо большое, что смотрите мои видео. Это действительно мотивирует снимать, делать новые эксперименты. Впереди куча всего интересного. Вот, к примеру, ко мне пришла Кома Электроникс. М? Так что заходите на мой патреон, я добавил там разные всякие бонусы. Почитайте, посмотрите, может что-то заинтересует. Собираемся, кстати, разрабатывать специальный девайс для синхронизации всех ПОшек и не только. Почитайте. Так, еще не придумал концовочку, но что-нибудь придумаем. Какое-то такое словечко нужно, типа... Типа... Ну, не знаю. Ну, если будут какие-то идеи, тоже там черканите где-нибудь. Ну, что-то такое. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok